Сегодня мы с вами на Богословском кладбище. Покажу несколько примечательных памятников нескольким известным людям. Надеюсь, что вам материал понравится. Первый, прямо на входе практически находится памятник Симонову Василию Львовичу. Это скульптор, автор воссоздания фонтана Самсон в Петергофе. Он был народным художником СССР, профессором, лектором Академии художеств. Фонтан этот, сама статуя Самсона была вывезена немцами сразу после войны в 1947 году. Он как раз таки руководил воссозданием. Ее пытались найти, но она была утеряна. А это памятник Владимиру Гардину. Владимир Ростиславович Гардин – это актер, театральный кинорежиссер, педагог, народный артист СССР, настоящая его фамилия Благонравов. Интересно, что после того, как Владимир Ростиславович взял себе псевдоним Гардин, его отец, Ростислав Федорович, официально также сменил свою фамилию на Гардин. Гардин является организатором нынешнего ВГИКа. Он организовал и возглавил в 1919 году первую в мире государственную школу кинематографии. Это памятник Александру Андреевичу Прокофьеву. Поэт, журналист, военный корреспондент. Был сотрудником ВЧК УГПУ в 1920-е годы и после того, как ушел, находился в действующем резерве госбезопасности. Но вот вошел в историю тем, что он был организатором, как секретарь Ленинградского отделения Союзописателей. Он организатор осуждения Бориса Пастернака в 1958 году и поэта Иосифа Бродского в 1963 году. Это памятник роману Громадскому. Известный актер, умер он недавно, в 1921 году. Памятник поставили тоже совсем недавно. Работал он в театре имени Ленсовета. Работал он в театре фестиваля «Балтийский дом», еще тогда, когда он назывался театром имени Ленинского комсомола. Снялся в 50 фильмах. Наиболее известная роль у него прапорщик Иван Соловьев, альбатрос в романсе «Овлюбленных» и генерал-лейтенант Сафронов в драме «Военный подвиг Одесса». Но этот бюст Маринеско, Александр Иванович Маринеско, моряк-подводник, капитан 3-го ранга, герой Советского Союза, по смертному присвоенному это звание, командовал подлодками М-96 и С-13 на Балтике, совершил 6 боевых походов, потопил 2 фашистских корабля. Это плавказарма «Вильгельн Гуслов», на которой погибло, по разным оценкам, от 4 до 9 тысяч человек. И транспорт с ранеными военнослужащими в Штойбернге находилось более 3,5 тысяч человек. А это памятник морякам крейсера «Максим Горький». Здесь братская могила находилась. Они погибли в 1941 году в октябре и в апреле 1942 года при отражении вражеских налетов на Ленинград. Да, здесь братская могила, здесь нет отдельных захоронений, но фамилии всех перечислены на табличке, которые имеются на этом памятнике. Памятник после войны пришел вообще в разруху, и его восстановили по инициативе работника Балтийского завода Николая Спиридонова. Он был инициатором. Сначала он сам вообще восстанавливал. Это памятник на могиле Германов. Я расскажу пока об одном. Алексей Юрьевич Герман, кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. Он снял всего шесть художественных фильмов, но каждый из этих фильмов становился событием в кинематографе в российском. Но у каждого была очень трудная судьба. Проверка на дорогах пролежала на полке 16 лет. А мой друг Иван Лапшин был показан почти через три года после завершения работы над ним. А «Трудно быть богом» последний фильм Германа даже не доснял. Снимал его 14 лет, но завершил уже его сына. А это памятник Нине Хаимовне Баснер. Сама она по себе, может быть, и не особо известный человек. Но она была первой женой композитора Вениамина Баснера. Очень известного композитора, автора музыки. Множество фильмов. «Щит и меч», «Полосатый рейс», «Дни турбинных». Они познакомились в 1947 году. Она родила ему двух дочерей, Ольгу и Елену. В 1969 году, к сожалению, она умерла. Похоронена здесь. Константинов Борис Павлович, ученый, физик, академик, вице-президент Академии наук СССР. Занимался сначала исследованием его области акустики. А в 1947 году организовал кафедру экстрементальной ядерной физики в Политехническом институте Ленинградском. Ее возглавлял. А это семейное место Арбели. Здесь похоронены два брата Арбели и еще другие члены семьи. Арбели Усиф Абгарович, востоковед, академик Академии наук СССР. Был директором Эрмитажа с 1934 года по 1951. И тогда, в 1932 году, когда еще был заместителем директора, написал письмо Сталину о распродаже шедевров Эрмитажа. И остановил тем самым, настоял сектор Востока. Стал первым президентом Академии наук Армянской СССР в 1943 году, кстати говоря. А его брат, Леон Абгарович Арбели, физиолог, тоже академик, вице-президент Академии наук СССР, получил воинское звание генерал-полковника медицинской службы. Это высшее звание для медиков военных. Создатель эволюционной физиологии, ученик, друг и последователь Ивана Павлова. Он руководил Арбели с 1936-1950 год, руководил Институтом физиологии имени Павлова, Институтом физиологии и патологии высшей нервной деятельности. В 1956 году организовал Институт эволюционной физиологии Академии наук СССР имени Сеченова и стал в нем директором. А это здесь похоронена Валентина Симукова, балерина, ученица Натальи Дудинской. К сожалению, умершая 18 лет. И, в общем-то, как считается, ее просто загоняли на тренировках, репетиции. Она была очень талантливая. Уже в 16 лет она выступала в Мариинке. Балерина здесь на памятнике изображена танцующей партией Феи Драже, Балетти Чайковского, Щелкунчик. Она его действительно танцевала. И, ну, она танцевала много партий. То есть, еще не окончив даже, не окончив хореографическое училище, вот она уже была действующей балериной. Здесь еще нет памятника Рогожкина Александра Владимировича, но постоянного памятника. Вот установлен крест, который был после похорон установлен. Александр Владимирович – это известный кинорежиссер, сценарист. Снял множество художественных фильмов и сериалов, которые стали настоящими хитами в России. И большинство этих фильмов он снимал по собственным сценариям. Ну, например, «Особенности национальной охоты» с продолжениями со всеми. Особенности рыбалки, охоты в зимний период и так далее. «Операция с Новым годом» – один из самых смешных, на мой взгляд, фильмов. «Блокпост», «Кукушка», серьезные фильмы тоже, я думаю, все эти фильмы видели. Илья Садофьев – тоже поэт, ну, как мы уже про Кокфьева говорили, но этот поэт первые стихи опубликовал еще в 12-м году, потом стал рабкором газеты «Правда». В 16-м году был приговорен к ссылке в Якутию в декабре 16-м. В феврале грянула революция февральская, и, собственно говоря, в ссылку он так и не уехал. После революции принимал участие в Гражданской войне. После Великой Отечественной войны был подвергнут Андреем Ждановым критике со стихи, которую упомянул Садофьев о своем знаменитом докладе о журналах «Звезда и Ленинград». Он назвал его подпевалой Ахматовой, и после этого его несколько, ну, почти 10 лет не печатали. Нечаев Иван Алексеевич – оперный певец, лирический тенор. Он выступал с 28-го года, подписав 4-й, был солистом Кировского театра, ну, Ленинградского театра имени Кирова, нынешняя Мариинка, и одновременно солировал в Ленинградском малом академическом театре, нынешний Михайловский театр. Исполнял множество главных партий в разных операх, приглашал, был, неоднократно приглашали в Москву Большой театр, но он был верен Ленинграду и отсюда никуда не уехал.